Сегодня мы рассмотрим слова «чтобы», «как будто», «что ли», «вряд ли». Когда эти слова пишутся слитно и когда раздельно. Слово «как будто» пишется по правилу русского языка всегда раздельно. Слово «как» – «союз», слово «будто» – это наречие. Слова «наречие будто» употребляются с союзом при сравнениях на соответствующих деятельности или предположительных слов. Союз «как», «будто», «наречие» всегда пишутся раздельно. Никаких дефисов. И пишется всегда без дефисов. Итак, «болочи» – сөз «как», «будто», «наречие сөзі бленберге келгенді», «до им», «алохида», «чызықчасыз», «дефисыз» язылады. Например, «как будто» – «как будто» пишется раздельно. Гюйоки маносады келепты. Гюйоки тлийну ютубу ольгендайся. Дальше. Живёш «как будто» – «как будто» – «как будто». Иртай клярдай кюринь дай кушымча болепкелепты. Иртай клярдай ящайса. Дальше. Следующее слово «чтобы». Слово «чтобы» пишется всегда по правилу русского языка слитно. Демайк, руссаладеге сөз «чтобы» до им бергелікте ёзэляда. Чтобы со изболочи бы чиститься дан хичкачан аджратыб ёзэльмайды. В русском языке существует правило написания разных частиц с другими словами. Значит, значение слова «чтобы» выражает как бы требования, желания, выражает просьбу, приказ, то есть выражает предаточные цели. Итак, «чтобы» сөзэ руссалада тляйк маносына, или тамос, буйрук маноларда келяда. Например, «я пришёл, чтобы остаться». «Я пришёл, чтобы». Видите, слово «чтобы» не отделяется от частицы «бы». Всегда пишется слитно. «Мен колеш мақсатыда келдым». Демай, «чтобы» перевод каленгенде «колеш мақсатыда келдым». «Чтобы» яны, «мен колеш» үчін келдым. Рассмотрим следующее слово. Слово «что ли». «Что ли» по правилу русского языка всегда пишется раздельно. Демай, «руссаладе что ли сөзэ до им что сөзэ до им что сөзэ ли кушэмчэ до им бульар раздельно. Я не алохидэ йозэладэ». В русском языке согласно правилам орфографии «что ли» пишется всегда раздельно. Значит, правильно пишем «что ли». В русском языке правила написания разных частиц с другими словами, частиц, местоимениями или наречиями пишется раздельно. То есть дефис нельзя ставить. Значит, дефисыз чызыгчасыз до им что ли сөзэ алохидэ чызыгчасыз йозэладэ. Бу руссаланин койда сегэ кюра что алохидэ сайюз ли бу кушэмчэ болэ бэр бэрадан аджрэткэн холятэ да йозэладэ. Давайте рассмотрим это в правилах. Значит, Светлана, может сходим уже пообедаем в кафэ, что ли? Значит, Светлана, бәлкем кафетерия га борып, ауқатланышымыз шекерак-шекелек а моносыда келепті. Демек, может сходим ли, что ли? Демек, что ли бу кандидар бір сорок моносыда келепті. Что ли? Оқатланышымыз керак-шекелек а деген сауална койепті. Шынекчен бэрда что ли болып келепті. Следующее слово. Вряд ли. Вряд ли в русском языке по правилу пишется всегда раздельно. Также ставится вопрос. Вряд ли. При написании слова вряд ли в конце слова будем писать Д или Т. Мы это рассмотрим. Итак, вряд ли значение этого слова обозначает, выражает сомнение. То есть пишется всегда раздельно. Вряд ли слово ЭТ обозначает предаточную цель. Например, он пришёл к ним, чтобы насовсем разобраться. В слове вряд ли на конце слова пишется Т или Д. Когда мы произносим, слышится Т. А когда пишем Д. Демейк, вряд ли сузына ёзгенда ды ёзанлады. А ищтельгенда Т ищтелады. Демейк, ищтельген сузына ёзмаймас. Демейк, Т ёзмимас, ды ёзанмас. Нама учен. Произносим Т, пишется Д. Смягчение идёт звуков парно-согласных на конце слова. Смягчение звуков парно-согласных употребляется, чтобы речь была более привлекательной. Почему пишется Д? Потому слово вряд ли от слова ряд. Значит, от слова ряд. Например, вряд ли ты поймёшь меня, если не вникнешь в суть этой проблемы. Моамона тщун магюнинча, сен мины тщуна ёльмайсан, бу мункюн эмас маносатый келетта. Яни, сен вряд ли тщуна ёлэсан маносатый келетта. Следующее предложение. Думаю, что тебе вряд ли подойдёт эта большая шляпа с полями. Ойлай манки, бу кэтта шляпы сен үчін муафық эмас. Демек, бу ерден думаю, что тебе вряд ли, вряд ли, бу кушымчасы, сен үчін муафық эмас. Кушымчасы маносатый келетта. Кушымчасы маносатый келетті. Продолжение следует...